всем привет дорогие друзья меня зовут александр сегодня хочу рассказать о миди клавиатуре от компании cme у них есть несколько моделей конкретно это называется cme xk 37 air 37 означает что здесь 37 клавиш то есть три октавы а air означает то что у клавиатуры есть bluetooth думаю вы знаете что бывают миди устройства с bluetooth у них есть какая-то задержка но в принципе этим пользоваться можно можно на ней играть без проблем почему для нас важен bluetooth современные мобильные телефоны как вы знаете оснащены всего одним портом через него осуществляется и зарядка и наушники подключаются и синхронизация с компьютером ну и подключаются какие-то внешние устройства если мы хотим использовать проводную миди клавиатуру с мобильным телефоном мы занимаем один единственный порт и потом нам некуда подключить какое-то звуковое устройство например наушники или колонки приходится слушать то что мы играем через динамик телефона с андроидом этот вопрос еще можно решить при помощи различных хабов переходников с ios это практически нерешаемая проблема у нас на канале есть обзор переходника китайского который вроде как должен бы решить этот вопрос но он не работает с этой клавиатурой то ли недостаточно питания то ли просто несовместимость какая-то я в общем не знаю и получается что мы подключаем либо акустическую систему к телефону либо миди клавиатуру а это и другое подключить не получается по bluetooth звук нельзя передавать потому что будет сильная задержка и если для передачи музыки это незначительно то когда мы играем на музыкальном инструменте такая задержка уже неприемлема играть практически невозможно устройство с bluetooth вот как это миди клавиатура в принципе проблему решают то есть мы клавиатуру подключаем по bluetooth а к самому устройству через порт подключаем уже акустическую систему ну давайте рассмотрим эту клавиатуру она выполнена в таком интересном дизайне здесь алюминиевый лист шириной 56 сантиметров а глубиной 14 все дно здесь пластиковые задней части такое утолщение здесь наверное находится вся электроника а передняя часть как бы закругляется или загибается вниз и получается что стоит клавиатура на своих ножках резиновых которые вот здесь на утолщении и другой стороной опирается вот на этот алюминиевый профиль клавиатура достаточно тонкая и за счет этого у нее есть свои особенности клавиши очень низкопрофильные они близки к полноразмерным то есть достаточно крупные но ход у клавиши очень небольшой какой-то примерно как на ноутбуке вы нажимаете клавишу но может быть чуть больше и черные клавиши тоже невысоко подняты над белыми это для кого-то минус после моего рассказа мы пригласим коллегу нашего дмитрия будникова он пианист он поиграет нам что-нибудь на этой клавиатуре и расскажет об эргономике с точки зрения того человека который профессионально может играть с правой стороны есть единственный порт micro usb он используется для зарядки встроенного аккумулятора и для проводного подключения эту клавиатуру можно подключить проводным способом слева здесь есть какое-то странное отверстие я не знаю для чего оно нужно может быть чтобы повесить ее но как-то будет наверное не очень удобно на верхней части слева здесь есть несколько кнопочек плюс-минус переключение октав обычно на миде клавиатурах здесь бывает колесо которым мы можем прибавлять вибрацию и различные другие эффекты здесь это сделано в виде кнопки плюс-минус pitch band тоже обычно используется колесо здесь просто две кнопки и sustain если мы эту кнопку удерживаем то у нас как бы нажата педаль к слову педаль к этой клавиатуре можно подключить но нужно купить какой-то фирменный переходник у компании в комплекте он не идет он будет подключаться к этому же разъему micro usb сзади здесь есть одна единственная кнопочка она включает питание ну и выключает и 3 светодиода если повернуть к себе слева направо будет красный зеленый и синий синий показывает соединение по bluetooth если он мигает то клавиатура еще не подключена если горит то клавиатура подключена средний зеленый показывает подключение к питанию а правый красный вроде как должен показывать заряд батареи но у меня почему-то всегда он мигает даже если аккумулятор заряжен ну а также на верхней стороне здесь расположены 37 тех самых клавиш в интернете отзывы об этой клавиатуре очень разные кто-то ее очень сильно хвалит говорит что она удобная что ее можно легко перевести из-за того что она тонкая и достаточно компактная для 3 октавной клавиатуры другие люди говорят что она плохо работает что у нее какие-то сбои постоянно ну я могу сказать что работает она нормально дмитрий в конце еще добавит от себя бывают небольшие сбои видимо синхронизации по bluetooth некоторые нотки как-то не сразу срабатывают но это вроде как бывает не часто официально распространяется приложение только для ipad можно подключить это приложение и там обновить прошивку и выполнить сопряжение с клавиатурой я прочитать пытался инструкцию правда она на английском языке но тем не менее и в ней не написано что можно подключить эту клавиатуру к iphone но мне удалось найти какое-то стороннее приложение для подключения все-таки этой клавиатуры к айфону по bluetooth также я нашел приложение которое позволяет ее подключить по bluetooth к android ну и кабелем тоже можно подключить и к iphone и к android для этого нужно использовать переходник с юсби эй на лайтинг для iphone а из юсби эй на тайп си для самсунга но мы будем подключать скорее всего по bluetooth поэтому нам они сегодня не пригодятся кстати в комплекте кроме самой клавиатуры идет несколько различных бумажек инструкция гарантийный талон и так вот это приложение медиметр называется она ссылку конечно же мы оставим в описании я его запускаю есть несколько вкладок какие-то настройки но я в принципе никакую из них не трогал выбираем вкладку девайсис и нажимаем на клавиатуре единственную нашу вот эту кнопочку которая включает питание она здесь появилась и нажимаем скей пить скей пить эти темпы импут а у под конекты ожидаемся сообщение connected все клавиатура подключена к сожалению это сопряжение нужно делать каждый раз она не запоминает что она сопряжена с каким-то устройством нужно каждый раз запускать эту программу и делать сопряжение ну дальше я открываю гараж бэнд страница звук заголовок альбом внимание используется bluetooth ok кнопка навигация кнопка он не горжи не что используется bluetooth и будет задержка звука поэтому я вытащил наушник чтобы вы могли слышать ну и собственно опять же играть я особенно не умею поэтому этим займется специальный человек профессиональный музыкант дмитрий будников я просто вам показываю что все работает гараж бэнд кстати говоря доступное приложение здесь вы можете записи кнопка записывать несколько дорожек выбирать нужный вам звук здесь есть и ударные инструменты и струнные духовые думаю что вы знаете что гараж бэнд это достаточно широкий спектр всяких тут инструментов есть и метроном есть и квантайзер но не очень-то доступно редактирование когда вам нужно что-нибудь обрезать вырезать какой-то кусок удалить вот с этим небольшие проблемы а так набросать какую-то черновую может быть аранжировку здесь вполне можно теперь проделаем то же самое с android на android тоже есть приложение которые позволяют использовать midi клавиатуру и играть на каких-то виртуальных музыкальных инструментах я нашел какое-то приложение вот perfect piano и приложение bluetooth midi connect в инструкции было написано что с android эту клавиатуру можно использовать только если докупить у них специальный bluetooth модуль который подключался бы через usb и получается вроде как беспроводное соединение но все равно из телефона что-то торчит это в общем не очень мне понравилось тогда а вдруг случайно я нашел приложение просто play маркете написал midi и bluetooth и вот bluetooth midi connect это samsung s20 на нем 11 android как будет на более старых системах я не знаю заходим в этот bluetooth midi connect включаем питание на клавиатуре но но у нас включено и bluetooth скан появилась наша клавиатура cme xk 37 ну и какой-то ее mac адрес в общем я соединил есть кнопочка on pair если мы хотим разъединить и теперь открываем приложение которое поддерживает midi приходится выключить токбэк потому что он не дает нажимать вот эти клавиши но в принципе клавиши здесь подписаны поэтому ну и работает клавиатура на android есть задержка большая чем на iphone но я думаю что здесь тоже можно что-нибудь поиграть наверное не серьезно но там какой-нибудь аккомпанемент на празднике вполне можно поиграть и на android пришло время пригласить пианиста который поиграет какие-нибудь композиции и расскажет об эргономике и опыте использования всем привет меня зовут дмитрий будников если говорить о позиционировании то пожалуй сразу скажу что эта вещь довольно дорогая и для большинства абсолютно наверное бесполезная потому что купить ее можно за ее стоимость только в том случае если вы очень хорошо понимаете зачем она вам нужна или просто любите баловать себя какими-то странными и необычными гаджетами в то же время если откинуть вопрос финансов то вещь все-таки получилась очень интересная с каким-то своим пусть ограниченным но набором сценариев в которых ее можно применить конечно же я думаю что из того что здесь там 37 клавиш понятно что не о какой игре такой полноценный речи здесь наверное не идет если вы и можете сыграть на этой клавиатуре что-то в живую то может быть там изобразить партию какой-нибудь мелодики или вот какого-то такого одноголосного инструмента не особо прихотливого вот что-то может быть такое а так конечно чтобы вы не играли нот вам всегда здесь будет не хватать элементарно тоже касается исполнения технического самой клавиатуры то в отличие от конкурентов самый известный конкурент наверное это корк на на кей гораздо меньшей по стоимости но и хуже по исполнению здесь конечно с качеством клавиатуры все в порядке то есть это не какой-то безликий набор кнопок похожий на клавиатуру компьютерную больше а полноценные такие клавиши уменьшенные в размере но сохранена во-первых структура то есть вот эти вот все вы вы выемки на белых клавишах которые мы привыкли видеть на клавишных клавишных инструментах они присутствуют форма их сохранена сами клавиши немного утоплены как бы в корпус то есть они все-таки ниже привычных нам клавиш синтезаторных или рояльных и с белыми клавишами это в общем прокатывает довольно неплохо а вот черные из-за этого не так удобны и поэтому здесь конечно нужно будет как-то приспосабливаться и привыкать но с другой стороны мы уже поговорили что это не про живую игру а про то чтобы что-то может быть записать поэтому можно все-таки сказать что ощущение от клавиатуры довольно приятные при игре тут конечно форм-фактор есть форм-фактор и тут ничего не поделаешь при игре каких-то ощущений и откровений ждать не стоит клавиатура ведет себя как такая среднестатистическая клавиатура ноутбука какого-нибудь не очень плохая ну и не очень хорошая зато несмотря на все это у клавиатуры довольно большой запас по velocity то есть клавиатура очень хорошо воспринимает скорость и силу нажатия поэтому вы можете довольно точно играть с разной динамикой и это очень радует ну и как я уже сказал вот опять если вспомнить на на кей тот же там при нажатии абсолютно такое ощущение что нажимаешь какую-то сенсорную клавишу которая просто немножко шатается и все здесь такие вот хоть хоть и ноутбочные но все-таки ощущение приятные то есть чувствуется механический вот этот ход клавиши и в общем это довольно так своеобразно я сейчас сыграю просто чтобы представляли примерно как она звучит и как на ней можно и не можно играть вот сейчас у нас клавиатура подключена к смартфону под управлением операционной системы android чуть позже подключим к айфону и посмотрим в общем разницу как вы понимаете в комплекте нет педали и педаль вот можно играть задействуя кнопку но тогда вы получается можете играть только одной рукой ну конечно это не живой какой-то инструмент в общем это все довольно не так удобно и не так просто но в целом все таки ощущение классные я думаю что конечно вот для дорожных каких-то эта вещь подходит но я не думаю что среди подписчиков так много аранжировщиков которые работают именно в дороге там в поездах в самолетах но вот для такой работы она прям подходит еще кстати один очень интересный сценарий я вот сейчас не с первого раза записав этот фрагмент подумал об этом что была бы эта клавиатура чуть побольше например хотя бы ну даже не 4 конечно ну хотя хотя даже уже при 4 октавах можно было бы о чем-то говорить но если бы она была хотя бы 5 октавной то можно было бы использовать ее с такой целью как такой вот стресс 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 тест для клавишников потому что очень часто бывает что на сцене там как бы при волнении мышечные ощущения меняются и поэтому есть такая практика играть на разных клавиатурах свой репертуар клавишный и вот это было бы могло бы быть наверное интересно но на 37 клавишах это конечно нереализуемый сценарий и того что мы имеем по данной клавиатуре мы имеем вещь очень интересную классную по эргономике которая приятно тактильно если не пытаться ее сравнивать с какими-то аналогами там полноценного электропианы или по миди клавиатуры там синтезаторного какого-то типа сама по себе вещь очень приятная работать с ней ну нужно привыкнуть но все равно это довольно то есть ну может идти речь о какой-то комфортной работе комфортной на том уровне о котором можно говорить учитывая вот эту эргономику и сам форм-фактор портативной клавиатуры но очень дорогая как мне кажется и все-таки ограниченная в своих возможностях именно вот для какой-то стационарной работы для постоянной но может быть кому-то эту штуку удастся найти где-то на сайтах объявлений и она будет в неплохом состоянии при этом стоить гораздо дешевле в этом случае я бы рекомендовал ее к покупке однозначно потому что вещь скажу уже не в первый раз действительно интересно друзья ну вот такой у нас получился обзор Дмитрий Сергеевич много раз сказал про цену большое ему спасибо я вам цену еще не сказал 300 евро к сожалению она стоит и в России вот ссылку которую я оставлю в описании даже страшно говорить 37 тысяч рублей мне она досталась уже несколько лет назад тогда и доллар был другой и я все-таки полную стоимость не платил и мы вот с Димой поговорили и решили что если бы вот 100 долларов ну или евро она стоила то тогда можно было бы подумать а за такие деньги ну наверное только мажоры себе могут позволить поэтому ну мне просто хотелось вам показать вот что и такое есть на рынке а пользоваться этим или нет решайте сами 37 клавиш для Димы как для пианиста мало а для меня например достаточно 25 вот мало чтобы поиграть двумя руками какую-нибудь песню и что-нибудь для себя такое для души спеть а 37 мне хватает поэтому опять же тут вопрос спорный зато она мобильная компактная какой-то для нее чехол продается тоже дорогущий но можно что-нибудь самому придумать я не знаю использовать какой-то свой чехол и в рюкзак чемодан она много места не занимает единственное что она длинная вот 56 сантиметров но по толщине зато очень тонкая на этом у меня все пишите в комментариях что вы думаете о этой клавиатуре ставьте лайки подписывайтесь на канал и слушайте анонсы наших новых видео на радио ВОЗ всем пока 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 не